Сегодня мы снимаем клип на мой трек «Гагарин». Ты как хозяина, скрываешь эту дверь. Буря, взрыв, искра. Я звезда. Я так жду, когда это тебя дотронуть. Синими волосами или в новом образе. Мы как с луны упали, все горят мы и на планете. Я боюсь, мне кажется, что это невзаимно. Что мы будем делать? Пожалуйста, можно это сделать? Всем привет, это Мия Бойко. И сегодня вы на моем влоговом канале. Добро пожаловать. Подписочка, оформление всех нужных этих дел. Сегодня мы снимаем клип на мой трек «Гагарин». Как вы видите, я уже, так сказать, в новом образе. Надеюсь, он вам всем нравится. Мы приехали в какой-то квест-парк развлечений, погружений. Не знаю, куда мы сейчас будем погружаться. Но будет круто, поэтому смотрите дальше. Это было красиво. Сюда, когда я хочу красиво, что ты сделал, получается фигня. Короче, всем привет. Ура, это мой влог. Я вернулась на YouTube. Детки, короче, как вам моя новая прическа? Так, я не накрашена пока что. И мы... Короче, Валь, расскажи мне... Возвращаемся к рубрике «Успешные отношения с Мией Бойко». Соль или перец? Что? Я могу сказать, перчинка в отношении должна быть всегда. Но ее должно быть прям, знаете, вот так и раз. Ну, не переборщить. Но никогда в жизни не вздумайте сыпать соль на рано своим близким людям. Потому что... Нам принесли еду. Ой, не вас так ждали? Спасибо большое. Очень милое. Что ест с утра перед клипом «Мия Бойко»? Я ем прессовая каша на кокосовом молоке. Растительное молоко мы не едим, потому что я вам потом когда-нибудь расскажу, как оно делается. Оно на самом деле вредное. Давай поедим же, чтобы набраться сил на клип, на новый день, а дальше все покажем. Уход под уши. А там, там находится спортзал, в котором катил мой тренер. И он зовет меня, я уже еду туда. Мужик был, я просто беспардонно нажала на. Ну, что за красота? Вы гляньте, худая, загорелая, где надо сочная, где нужна худощавая, ребра посчитать можно. На фоне бургера еще, реклама. Меня даже не узнают, вы понимаете? А что стоило? Снять синий парик, все. Немножечко задержались, и наш визажист уже должен отчалить через 40 минут, потому что она красит еще маленькую карнавал, извините. Она такая у нас на расхват. Вот, и у нас весьма время, она меня вообще не слушает. Я говорю, надо идти кастя. Это невозможно. Когда я вот так делаю, у меня плечи огромные. Нет, мне кажется. Между сиськами тоже все мокрое. Ну, это хорошо. Значит, люди тоже потекут от твоей песни. Я очень надеюсь. Если вы еще не потекли вот сейчас, вот сейчас, то я не знаю, значит, вы ледяные сердца, но я обязана вас остановить. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас меня не бойку не видели? Нет, пойдем поищем вместе его. Егор Шип сделал тебе предложение, но не подарил кольца. Да, если нет кольца, 500 карат, пацаны. Даже не пишите, не звоните, не предлагайте мне ничего. Он не справился. Он понял, что ему это неинтересно, что он не потянет. Поэтому он попаркнул. У тебя сейчас есть объект симпатии? Нормаля. Что за вопрос? А ты призналась в чувствах своему объекту симпатии? Нет. Нет, я боюсь, мне кажется, что это невзаимно, и поэтому я... Мне не нужно в кого-то влюбляться, а потом расставаться, чтобы придумать песню. Мне достаточно просто где-то поугараться с друзьями, повеселиться, увидеть ананас, придумать песню ананаса «Адидас». Это безумно удобно. Вот так утром провела, и все, кладка готова. Блин, почему так жарко? Каждый раз мы снимаемся, либо жарко, либо дико холодно. Саша Текила сегодня концерт в другом городе, поэтому сегодня вместо него у нас мини-текила. Привет, Тори, пойдем, пойдем. Нужно установить порядок, понимаешь, как это делает Саша обычный. Я знаю, я знаю, надо залетать. Все, бабки на бабках, короче, такой, че вы тут не работаете? А ты привез там бабки? Нет. Оп-оп-оп, салют-салют. Миюха, че ты, как ты? Воу, клевый макияж. О, Валя, привет. Че, как ты? Ладно, суета-суета у вас тут, да? Ясно, ясно. Да, Саня так бы и сказал, если бы был здесь. Ты че, продюсер, нормально? Я бы нормально работаю сегодня. Ну, это надо посмотреть, но, в принципе, норм, че. Просто я волнуюсь очень за то, как он власть на цветах. Ради этой рубрики я даже переоделась. Потому что сейчас мы хотим спрашивать у прохожих, какая миябойка им нравится больше. С синими волосами или в новом образе? Ну так, мы нашли первых людей, чье мнение будем спрашивать. Вам нравится девушка с синими волосами? Смотрим. Или вам нравится девушка в этом образе? В этом. В этом? В этом. Единогласно. Пойдемте искать дальше. Первый или второй? Второй, да? Все, вы голосуете за второй образ. Возможно, потому что у вас прически одинаковые. Ну, мне вообще нравится, когда девушка с короткой стрижкой. Вау. Первая или вторая? Обе, нормальные. А если вам нужно было бы выбрать одну? Первую. Первую с синими волосами? Итак, у нас есть первый человек, кто выбрал синие волосы. Мне больше нравятся синими волосами. Какая Мия Бойко вам нравится больше? Первая или вторая? Ваш ответ нравится обе? Возможно, потому что она ваш босс? Ребята, а вы проголосуйте, пожалуйста, в комментариях, какая Мия Бойко вам нравится больше? С синими волосами или в новом образе? Мия, ты куда такая пошла? Я пошла сюда клеить. Всем привет! Вы на съемочной площадке клипа Мии Бойки Гагарин. И мы, представители компании Макфильм, это делаем. В нашей компании работает несколько режиссеров. Один из них Сергей Черкасов, который в данный момент кричит на танцоров и на артистов, для того, чтобы получить нужный результат. Я хочу, чтобы ваши пупочки остались вместе, неразлучные, да, и раскрылись, вот, и дальше уже разошлись. Раз, я так жду, когда я до тебя дотронусь. Точка, два, три, три, пять, пять, шесть, солнце. Я так жду, когда я до тебя дотронусь. Давай упадем с тобой, мы в эту невесовую смену. Мы в такой весовестный насмена. Я так жду, когда я до тебя дотронусь. Давай упадем с тобой, мы в эту невесовую смену. Мир такой весовестный насмена учитывает совесть. И ни для кого уже это того ни но... Мы голосуем, это понятно. Я узнали, что шанс кого-то посмотрю в кадре, но я бы был сголочен. Я бы тоже сголочен. Это сцена, это хорошо, в кадре это будет... Мы узнали, что думают мужчины, но мужчину в принципе нравится мне бойко. Давайте теперь послушаем женское мнение, ведь оно может быть абсолютно другим. Я за новый образ. Я тоже за новый образ. Девчонки голосуют за новый образ. Я считаю, что это самое честное мнение, наверное, за сегодняшний день, потому что женщинам нужно верить. Итак, наконец-то я нашла самого уважаемого человека на площадке. Это Юра, наш представитель Лейбл Лейвер, на котором Мия выпускает свои треки. Это уже прям уровень, скажем так, мировой. И, наверное, я все-таки проголосую за второй образ. Они голосуют за синие волосы, да? Да. Кто вам не нравится с короткой стрижкой, я вам не нравлюсь? Вы меня... Вы меня засранывали просто стрижку? Они... Да нет. Я думаю, что это все. Честно. Правда, я поверну. Я же вы знаете, да? Да, конечно же. Я не слушаю, не солю, пацаны. Мы тут клик снимаем. Так, все, я теперь так буду. Теперь к себе идет. Вы теперь меня не будете любить, да? Не будем. Мия бегала по тропинке в нашем кадре и добежала до Марса. А потом она решила вернуться и найти своего суженного ряжного, которого играет Константин Белошапка. Меня зовут Костя Белошапка. Я сегодня снимаюсь в клипе Мия Бойко. Роль космонавта, практически Гагарина. Я не могу. Все горят мы инопланетяне. С безумными... Стопит! Окей. Лучшая партнерша за последний, наверное, год. Мы, блин, просто за руки держались и смотрели друг на друга, но все равно это... Странно. Невероятно. А прикиньте, а как люди снимают постельные сцены? Буря, взрыв, искра. Это так сложно быть актером, я в шоке. Да ничего, я пока что пытаюсь понять, что мне делать правильно все, что получилось. Делать красиво. Капитан, твоя галактика перед тобой и ты управляешь, смотришь кого бы спасти. Ребят, по свету как у нас? Ребята, так ноги болят, только вот это включаю. Если, блин, моя смена образа, мой клип не зайдет вам и вы скажете, что мне не идет, или что я плохо отработала, или еще что-то, я не знаю, что я сделаю. Я больше никогда не буду снимать влоги. Я очень сильно старалась сегодня. Ножки просто жесть как отваливается. Сколько, со скольки у нас клип? С десяти до десяти, десять часов на каблуках. Одиннадцать часов на каблуках? Ох, еба, я теперь разденусь, поэтому вы не будете это смотреть. Ребят, тут музло четко играет на заправке. Мы приехали на какую-то заправку, называется трасса, типа я сначала, если честно, усомнилась, потому что подумала, что это за странное название. Но музло здесь норма. Ты королева бензоколонки, получается? Я королева бензоколонки, да. А вот наш актер. Что едят актеры? Вы в моем влоге. Это мой Гагарин. Это мой видеоблог. Это мой видеоблог. Все увидите во влоге, как мы будем в клипе взаимодействовать, что мы будем делать. Ой-ой-ой, жарко будет. Рассказываю, мы снимали клип сегодня. Я испугалась. Мы снимали сегодня клип на Гагарина, естественно. Приятного аппетита! А вы у нас, кстати, чем занимаетесь? Вообще, по образованию я педагог. Учитель истории. Мои восьмиклассники вас смотрят. Да? Да, да, да. Приветы передавайте. Кстати, как вас зовут? Руслан. Руслан. А сейчас администратор системочной площадки. Да, но вы же преподаватель? Да. Преподаете? Спасибо. Привет, привет. Видите, ваш преподаватель у меня во влоге? В общем, что мы делаем? Тут лужа. Перешагиваем. Мы бы сегодня снимали клип на Гагарина. У нас уже был второй съемочный день, где мы снимали танцы. А сейчас мы едем в Тулу, потому что под Тулой есть деревня Кандуки. И там мы снимаем уже финальную сцену мою с актером, с Константином Белошапкой. Езжаем уже скоро, скоро уже рассвет. Кагарин упал мне на колени. А чего добили жизни вы? Вы злые, конечно. Посмотрите, ребят, как он мило ушел. До конца маршрута. 200 метров. Молчи. Не мешай Гагарину спать. А сейчас я сниму, как он мило проснется. Серьезно? Смотрите, какой симатный. Он даже когда спит красивый, ребята. Пенчик, Пенчик, а ты можешь его смайликом закрыть? Типа вали парень появился. Типа чтобы не сглазили. Знаете, ребята, когда мы спим, мы все не очень. Но он даже когда спит, он симпатичный. Посмотрите на него. Он улыбается во сне, как дети. Ребят, мы приехали. Подъем, солдат. Мы на месте. Одевай скафандр по камере и спичка. Где площадка? Площадка справа от тебя. Мы приехали. Ура! Успели мы на рассвет или уже нет? Что, едем обратно? Мы не успели? Мы успеваем. Мы успеваем. Мы успеваем? Доброе утро. Мы все вместе. О, это вы для меня пригнали. Да. Будем знакомы. Меня зовут Константин. Мия, очень приятно. Очень приятно. Спасибо. А вы кто? О, Мия. 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 Вы это слышали? Короче, мы успели, да, на рассвет? Ну, практически. Ладно. Пацаны, здрасте. Все, я пошла одеваться. Я сейчас буду красивая. Под чем ты? Я не под чем. Я просто всегда... Я просто молодая. У нас кровать там есть. Мы можем там спать, у нас кровать. Погнали. Я тот самый стиль, что ты хотел найти. Допури сначала. Ребята, сейчас я вам покажу. Смотрите. Ну, тут столик, все дела, как обычно, ничего особенного. Но меня привлекла кровать. Наличие ее меня радует. Я вылечу? Нет. Останься. Вот я сижу своей, в своем гримвагине. На сегодня я его делю наплавину. Возможно, даже кровать придется делить. Костя сказал, что я под чем-то. Я просто под усталостью. Под флюидами Кости я. Честно сказать, когда мне его только прислали, мне он не понравился. Как актер на роль Гагарина. Я подумала, что усы не совсем мой профиль. Но я так рада, что в итоге Костя. Потому что он классный. Ну, не просто красавчик, он как человек еще, по-моему, хороший. Вот мы в машине поговорили. Такое, знаете, немного хочется с ним позаигрывать немного. Вот такое игривое настроение у меня с Костей. Ну, кстати, в это время оно не пошлое. Не опошленное, да? Ведь у нас просто такой легкий флирт. У нас кровать там есть. Мы можем там спать. И он показал себя как такого эрудированного человека, что он даже в музыке понимает. Вот. И потом я думала, мы еще с ним поговорим. Но он уснул на коленях у Варь. И тут я подумала, стоп. Он же должен был быть моим. Это всегда в любом реалити-шоу должна быть завязка. Конфликт интересов. Да, да. А она гладила его по голове. Не надо наговаривать. Тебя тут нет. Это реалити-шоу. Тебя потом возьмут в интервью. Да, когда мы приехали, он уже, походу, на нее запал. То есть, немного поменял ко мне отношения. И моя задача на эти съемки вернуть Костю. Если бы ты осталась с Костей на необитаемом острове, что бы ты делала? Уже костюм здесь? Да, вот. Костя пришел. Идентификация. Гагарина. Что бы ты сделал с Костей? Обняла, поцеловала или послала? Ну, наверное, бы обняла. Потому что, знаете, послать я его всегда успею. Какие там варианты еще были? Поцеловать, обнять или послать? Поспать. Поспать было? Послать же было. Ты сама это так на варианты сказала. А мы зафиксировали. Моя цель вернуть Костю. И я настроена очень серьезно. И на обратном пути я сяду назад. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, это будет правильный шаг. Может быть, я просто сделала ошибку, что села вперед. И тем самым дала повод. Квалить сквозь. Дальше склейка ты сидишь сзади, а я спереди. Я у Кости на коленочках. И все равно спереди. Здравствуйте. 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 Холодно, пипец. Нас уже позвали на площадку. Я пока не в обуви, потому что мне те ботинки жмут. Потому что стилисты же мы знаем у нас в стране. Возможно, ты хороший стилист. Ты тогда напиши мне, если ты не боишься со мной работать. Потому что я за всю фигню буду жестко разматывать. В общем, обувь мне принесли маленькая, поэтому я иду в тапочках туда, чтобы меньше времени травмировать свои пальцы. Да, идем, успеточка. Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. У кого нет желания меня перенести? Вообще нет. Какая часть тела у Ви самая красивая? Я думаю, конечно, ну как-то. Какая часть тела у Ви самая красивая? Я думаю, конечно, ну как-то. Тут не надо далеко ходить, это всем очевидно. Это, конечно, уши. Обнять, поцеловать или послать? Угу. Я бы как-то все вместе совместил. Короче, мы пришли греться. Миюша отдыхает. Миюша, что ты можешь сказать? Я не отдыхаю, я просто пытаюсь согреться, и меня все трясет. Бабби у нас тут идет. Пацаны! А можете, пожалуйста, чуть-чуть уйти из кадра? Спасибо огромное! Спасибо! Такие хорошие. Просто потому что я красивая, я поняла всегда, когда я красивая, все, что захочу, все сбывается. Я подхожу к кому-нибудь, такая, пожалуйста, можно это сделать? Особенно, если это мужчина. Он такой, да, конечно, я для вас все, что угодно, вывернут карман. Подгоню машину, лимузин, открою двери. А когда замухрышка, хоть бы что. Ребята, сейчас 9 утра. Вы помните, что мы ехали с вечерней, так сказать, смены на утреннюю смену в Тулу вместо кандуки. И сейчас уже 9 утра. Мы так долго снимали, то есть мы застали рассвет, снимали с рассвета и до 9 утра. Сейчас уже вышло солнце. И наша смена окончена. Я хочу вам сказать спасибо за то, что посмотрели этот влог. Спасибо за то, что вы за мной следите, поддерживаете меня всегда. Закончилась съемка. Я завершаю этот влог. Я хочу сказать вам, чтобы вы, кто не успел посмотреть клип Гагарин, посмотрели этот клип. Обязательно показывали всем своим родственникам, мамам, папам, родителям, потому что этот клип уже может понравиться и также более взрослому населению. Вот, поэтому давайте распространять меня в народ. И вы мне всегда в этом помогали. И сейчас еще сильнее мне нужна ваша поддержка и помощь, потому что после того, как я сменила имидж, для меня все это супер важно, страшно, волнительно. И я знаю, что вы меня поддержите в любом случае. Те, кто не поддержит, наверное, будут такие. То, в принципе, я была к этому готова, но это мой новый этап в жизни. Спасибо, что посмотрели этот влог. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите как можно больше комментариев. Я вас всех сильно обнимаю. И вообще, скажите, ждали ли вы этот влог? Рады ли вы, что я возобновила влоги и продолжать ли мне их снимать? Всем спасибо большое. Пока-пока. Я вас обнимаю. Целую. Уход в губы.